Ну и мы возвращаемся к событиям на финансовых рынках. В студии с нами Ренат Васин. Итак, Ренат, расскажите же, какие итоги прошлой недели? Ну, Маргарита, их много, но если вкратце и основное, то это будет так. Лучше рынка были компании «Центральный телеграф» привилегированные акции плюс 48% за прошлую неделю. Дальневосточная энергетическая компания плюс 16,7%, «Россети» плюс 5,5%, «Эталон» плюс 5,2%. Хуже рынка у нас были компании «Золотодобывающая компания Селегдар» минус 5%, «Норникель» минус 4%, «Компания Башнефти» минус 3,5%, «Мосто Трест» минус 3,1%. Ну, про нефтянку я уже говорил и остаюсь при своем мнении. Это хороший повод, чтобы докупить бумаги «Башнефти», особенно привилегированные акции. Ну, мое мнение. Аэрофлот у нас показал минус 1,5%. Совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2019 года. Мы понимаем причину. Акции, естественно, тоже хуже рынка. Министерство финансов РФ рассчитывает, что Сбербанк и Банк ВТБ смогут выплатить дивиденды за 2019 год в размере 50% от прибыли. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя главы Министерства финансов Владимира Колычева. Акционеры Мечелл у нас одобрили сделки по реструктуризации долга перед госбанками, сообщила компания. Акционеры могут предъявить свои акции к выкупу по цене 80 рублей 57 копеек за бумагу. На приобретение бумаг компания сможет потратить до 882 миллионов рублей, купив около 2,63% обыкновенных акций. В целом индекс московской биржи показали за неделю плюс 1,5%. Ренат, следующий вопрос. Не совсем по вашему профилю, но может быть вы сможете прокомментировать ситуацию с увеличением лимитов на покупку жилья по льготной ставке 6,5%. Я могу только сказать, что увеличение лимита с 3 миллионов до 6 миллионов рублей для регионов и с 8 миллионов до 12 миллионов рублей для Москвы и Санкт-Петербурга на покупку жилья по льготной ставке 6,5% существенно расширило долю жилья, подходящего по требованию данной программы. В некоторых регионах, кстати, сразу до 100% все первички. Я знаю, что даже в Москве этот показатель вырос там примерно с 50% до 70%, а если мы будем говорить про оффуд, это показатель вырос с 39% до 95%. То есть ценовой сегмент готовой первички у нас выше, чем в первоначальный лимит в 3 миллиона рублей. Вы видите эту разницу в 56% пункта? Это разница с 3 миллионов до 6 миллионов рублей стоимости готовой первички. Безусловно, эти изменения приведут к увеличению объемов выданной ипотеки в 2020 году. Мы много говорим о нефти, но почему все-таки бензин, который зависит от цен на нефть, в России ведет себя совсем не так, совершенно иначе, как в большинстве стран мира? Потому что существующий механизм у нас, механизм ценообразования приводит к тому, что стоимость бензина и дизельного топлива внутри страны защищена от резких колебаний в обе стороны, как от повышения, так и от понижения. В то же время во многих странах ситуация принципиальная при снижении мировых цен падает и внутренние, как в других странах, в европейских, в США. Наша власть отказалась менять порядок и их образование, в том числе отменить механизм демпфирующей надбавки нефтеперерабатывающим заводам. Демпфир – это надбавка, выплачиваемая нефтеперерабатывающим заводам из бюджета в ситуации, когда мировые цены на топливо превышают заранее установленную правительством условную цену. Величина этой надбавки, служащей главным компонентом обратного акциза, то есть налогового вычета, образуется путем умножения разницы между мировой и условной ценой на специальный коэффициент. В принципе, в нормальной ситуации это позволяет НПЗ сдерживать цены на внутреннем рынке при продаже топлива сетям АЗС через биржу. Предложения по изменениям направлялись в Минэнерго независимым топливным союзом, объединяющим сети автозаправочных станций, не входящие в вертикально интегрированные нефтяные компании. В частности, глава организации Павел Баженов предлагал либерализовать порядок ценообразования и привести его к рыночным стандартам. Участники индустрии не раз указывали правительству на недостатки механизма и просили изменить его или вообще отменить. Однако позиция властей, и в частности Минэнерго, остается прежней. Демпфер будет сохранен в нынешнем виде как минимум до конца текущего года, что позволит обеспечить дополнительные доходы бюджета и, конечно, профинансировать социальные программы. Вы как думаете, Маргарита, как бы вам было комфортно? Вчера вы заезжали на заправку и заправились с 95-м бензином по 45 рублей, сегодня приезжаете и заправляетесь по 39 рублей, а завтра приезжаете и заправляетесь по 60 рублей. Все почему? Потому что цена на нефть вчера была 42 доллара за баррель, сегодня она стала по 35 долларов за баррель, а завтра она будет по 65 долларов за баррель. Вот вам комфортнее? То есть вот так, когда будет меняться, или все-таки, когда цена меняется постепенно с индексацией? Ну да, постепенно, наверное, как-то более комфортно было бы, не было бы резких скачков. Совершенно верно, мы прекрасно знаем, что за рубежом цена на нефть гораздо выше, то есть, да, если мы будем, естественно, зависеть от такого, то есть, да, мне кажется, мы к этому не привыкли точно. Ну и, наверное, напоследок, последний вопрос, не могу его не задать, рубль стал слабеть. На ваш взгляд, насколько долго продлится такая динамика, кто от этого выигрывает? Маргарита, это много этих вопросов, и я понимаю причины их возникновения, страх и неопределенность россиян, это всегда любые изменения, это стресс, и люди в большинстве своем не привыкли к этому. Но вот сейчас, на самом деле, все более или менее понятно, я про причины. Большинство факторов, поддерживающих рубль, сходит на нет. Первое, растут опасения начала второй волны вируса и в самых мощных экономиках США, Индии и Бразилии. При любом ослабывании аппетита к рискам, одними из первых страдают валюты развивающихся рынков, в том числе, конечно же, и рубль. Второе, это цены на нефть почти дошли до уровня бюджетного правила, при которых, при данных ценах на нефть, выше 40 на 2,4 доллара за баррель, продажи валюты ЦБ сменяются покупками этой валюты. Третье, это импорт постепенно возвращается. В апреле, в связи со снижением потребления на карантине, одновременно с падением экспорта, упал импорт. Сейчас импорт восстанавливается, а экспорт все еще слаб из-за соглашения ОПЕК+, из-за низких цен на нефть и газ. Конечно, это давит на торговый баланс, а значит, на курс рубля. Ну и четвертое, это снижение ключевой ставки, снижает реальную доходность российских ОФЗ, что снижает привлекательность карри-трейдинга. Карри-трейдинг, это, ну допустим, трейдер купил валюту в Японии, взял долг в Японии под 0,5% и нам здесь сдавал, допустим, деньги под проценты, допустим, под которые у нас были, под 6,5% до этого, то, что было. Вот разница, которую они получают, получая прибыль и выплачивая долги там. Вот это и есть карри-трейдинг. Ну и, конечно, кто выигрывает от ослабления рубля, это экспортеры. Если брать российских экспортеров, то больше всех выделяются привилегированные акции Сургутнефтегаза, которые за счет положительной переоценки его долларовой кубышки даже при текущем курсе доллара даст дивиденд 5,5-6 рублей с доходностью 15,7-17% и потенциалом роста дивиденда до более 10 рублей в случае ослабления рубля до 80 рублей за доллар. Вот как-то так, Маргарита. Это были новости вместе с QBF. До встречи через неделю. Спасибо большое, Ренат. Наш выпуск на этом подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Спасибо.